До Нового года осталось совсем немного. А Эльвира Латыпова уже с 10 декабря в строю продает лесных красавиц. По ее словам, деревья привезли с Урала еще в октябре месяце. Чтобы хвоя сохранила свой свет и не пожелтела к Новому году, спил специально проводят в конце сентября. У нас есть в продаже сосны уральские, вырешены в специальных заповедниках Урала. И также есть ели европейки. Стоят они сосны от 500 рублей в зависимости от высоты. Ели европейки по 1000 рублей, по 1500 рублей. Документы все на продажу деревьев у нас имеются. А какую же елочку, живую или искусственную, выбирают челнинцы? С этим вопросом мы подошли к прохожим. Я считаю, что искусственные самые лучшие елки, потому что они надолго, пусть даже дорогие. И красивее. Просто жалко их. Губим мы. Искусственную. Живые надо беречь, потому что пусть растут. Живые, конечно, пахнут. Я тоже хочу хотя бы вазочку поставить. Пахнет вкусно. Ну, живые, так живые уж. Искусственные нет. В декабре прошлого года в набережных Челнах работали семь точек по реализации зеленых красавиц. Как нам сообщили в администрации города, в этом году планируется увеличить их количество. В набережных Челнах проведен электронный аукцион, согласно которому будет организовано девять елочных базаров. Они будут располагаться в разных точках города. Также продажа елок будет проводиться на территории торговых объектов, земельные участки которых находятся в их собственности. Елочные базары начнут свою работу с 14 декабря.